Куча видео по рубрике без модов. Если вам интересно, как сделать всё, что угодно в Майнкрафте без модов, то канал Убежище Лероя для вас. Также тут вы сможете найти кучу топов, фактов и многого другое. Заходите и подписывайтесь. Как делишко, ребятишки, с вами снова Адисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию рубрики без модов. Где сегодня мы будем учиться, как нам стать повелителем ночи, а именно как нам стать вампиром в ванильном Майнкрафте на версии 1.9 без модов. Да, ребята, всё это я вам сегодня покажу только с помощью одной команды. А перед этим, ребята, если вам понравится это видео, я буду рад, если вы оставите лайк на этом видео. Каждый ваш слаг для меня важен. Чем больше лайков наберём, тем больше серий будет выходить. А как только мы с вами наберём 2500 лайков, сразу выйдет новая серия, я вам обещаю. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня, как друг, я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Ребята, вы не думайте, что это какая-то игра. Всё же 2 секунды потратить, мне кажется, это не так-то много. Но действительно, мне будет очень, ребята, приятно. Всегда помните об этом. А сейчас мы больше не будем тянуть и сразу же будем приступать к самой команде. Команда есть уже в описании, вы в любой момент можете зайти и скопировать её. Я не делаю, как остальные ютуберы. Мол, наберём там столько-то лайков, я выпущу команду в описании. Я для своих подписчиков сразу выпускаю команду, поэтому она уже там находится. Вы можете, ребята, зайти и скопировать её в любой момент. В первую очередь нам нужно выдать себе командный блок, который выдаётся с помощью вот такой команды. Запомните, ребята, больше никогда меня не спрашивайте, как выдаётся себе командный блок. Потому что я знаю, вы меня любите троллить с помощью вот этой. Как выдаётся командный блок, как выдаётся командный блок. Но выдаётся, ребята, он вот так. Потом ставим его на землю и вписываем в него команду, которая уже находится в описании, как я сказал. Нажимаем вот тут всегда активный, для того, чтобы вот эта сама структура не требовала какого-то редстоана для её активации. Нажимаем готово. И как вы видите, она установилась за полсекунды. Всё. Тут вы можете нажать на вот эту табличку, чтобы уничтожить вот эту всю машину. Но нам это не нужно, потому что команда на вампиров у нас уже была установлена в наш мир. И сейчас, ребята, что нам нужно делать? В первую очередь, давайте пропишем возле этой команды SetWorldSpawn, для того, чтобы она работала в любом... В любой точке вашего мира. И также, чтобы она не лагала. И сейчас, ребята, как вы видите, мы уже... Нет, мы не вампиры. Вы не думайте, что это так просто стать вампиром. Но всё же, ребята, как же нам им стать? Так, случайным образом, когда вы будете гулять по шахте, вас может укупить... Не укупить, а укусить летающая мышь. И как видите, с нами что-то сейчас произошло. С нас потекла кровь, и летающая мышь куда-то улетела. Что-то странное. Вы, можно сказать, просто ходили в шахте, и ничего особенного, да? То есть, всё нормально. Ну, и вы, в принципе, больше ничего не замечаете. Ладно, нас укусила летающая мышь, и что с этого? Ничего же не произошло. Оно произойдёт, ребята, в скором времени. Как только будет наступать ночь, вы увидите то, что действительно что-то странное начинает происходить. И вот, ребята, у нас начинается ночь. Солнце уже почти зашло. И как вы видите, на вас наложился какой-то эффект. У вас появился голод. Вы не можете быстро бегать. Вы очень уставшие. И это первые признаки того, что с вами случилось что-то нехорошо. И на вас уже нападает жажда крови. Вам нужно её утолять для того, чтобы, конечно же... Ой, дайте я сюда пройду. Для того, чтобы, конечно же, вам не было плохо. Для того, чтобы вы могли быстро бегать. Для того, чтобы вообще могли существовать. Потому что жажда крови, как вы видите, у нас уже голод начал теряться очень быстро. И нам нужно что-то с нами делать. И, конечно же, ребята, если у вас есть жажда крови, то, конечно же, вам нужно её утолять. Вам нужно убивать мирных животных для того, чтобы пить их кровь. То есть вы просто подходите к мирным животным и очень сильно их пинаете. Потому что вы же вампир. И как только вы удалите, утолите свою жажду крови, смотрите, как заменятся ваши эффекты. Сейчас вы можете высокопрыгать. Сейчас вы очень быстрые. Сейчас вы очень сильные. И также у вас защита от всего, чего можно. И плюс к этому, ребята, вы больше не будете терять голодь. Если, конечно, опять жажда вас не настигнет. Поэтому, ребята, вы вампир. И это можно сказать то, что действительно так. И вам даже не нужны оружия. Потому что вампиры могут бить простыми руками. И они, в принципе, очень сильные. Но сейчас, ребята, у каждого вампира есть свои плюсы. У каждого вампира есть свои минусы. Как обычно. Например, все мы прекрасно знаем, что вампиры не могут существовать днем. Потому что солнце, солнечный свет. Их просто-напросто... Да. Ну, еще один минус, который есть у вампира. Вы не можете... Вы не можете... Опа-на. Опа-на. Это что такое? Это что-то новенькое. Я, походу, какой-то баг новый выявил в Майнкрафте. Так, ладно. Но, какой минус? Как вы видите, ребята, у нас опять наши эффекты все начали пропадать. Потому что жажда крови нас опять настигнула. И нам нужно опять убить бедных животных для того, чтобы жажда крови опять ушла. И какой минус у вампира? Вы не можете входить в воду. Вы даже не можете к ней прикасаться. Вы не можете переплывать никакие озера, реки и тому подобное. Потому что вы даже не можете банально войти в какую-то лужу в Майнкрафте. Потому что просто-напросто вас не будут туда впускать. Потому что вы вампир. И вот так. Но это большой минус, конечно. Но также у нас есть большой плюс. Смотрите какой. Вы видите какой? Вы в любой момент можете превратиться в летучую мышь. Как граф Дракула. И в любой момент можете улететь, скрыться от неприятностей. И просто-напросто поглядеть на мир Майнкрафта с большой высоты. Также в любой момент вы можете превратиться в обычного человека. В любой момент можете превратиться в летающую мышь. Это офигеть как круто. Потому что все, что вам нужно сделать, это просто нажать на Shift. И как видите, голод опять нас, ребята, убивает. Нам опять нужно убить какое-то мирное существо. Вот так. Нажимаем на Shift. И опять, ребята, мы летающая мышь. Разве это не круто, то что мы в любой момент можем превратиться в летающую мышь. И в любой момент можем превратиться обратно. Хотел сказать в обычного человека, но вампир же уже не обычный. Поэтому, ребята, не в обычного человека, а в вампира. Но, какая большая проблема вампира? То, что ночь не вечная. Потому что вампир может существовать только ночью. Днем ему не выжить. Поэтому, ребята, что мы будем делать, если у нас сейчас уже будет наступать утро и день? Что же делать вампиру? Сейчас, ребята, мы это рассмотрим. И как видите, ребята, у нас настал день. И все же, ребята, как нам его переждать, чтобы ночью стать намного сильнее? Потому что, как видите, ребята, у нас пропали все эффекты. Вы уже самый обычный человек. Вы даже ничего не можете делать. И никак вы не можете выживать. Потому что день, и вы уже больше не вампир. Вы уже не имеете какие-то суперспособности и минусы. Потому что вы уже все-таки не можете плавать. Как нам опять дождаться ночи и не использовать никакие команды в Майнкрафт? Нам нужно построить гроб. Да, ребята, нам нужно построить гроб и заночевать в нем, чтобы опять дождаться ночи. И ночью выйти опять на охоту. Это действительно так. И как кратится гроб? Нам нужно кинуть на землю 3 доски, 3 красных коврика и также 1 чернильный мешок. Давайте мы еще раз кинем, потому что они что-то не очень правильно кинулись. Вот так. Я понял, в чем проблема. Нам нужно 10 досок, 3 коврика и также 1 чернильный мешок. Да, не 3 доски, а 10. И сейчас, ребята, у нас день. И чтобы опять наступила ночь, нам нужно заспавнить гроб, как вы видите. И потом нам нужно в него встать и немного поспать. И как вы видите, у нас, ребята, уже наступает ночь. Уже вечер. И мы прождали весь день в гробу. И все. Мы дождались опять ночи. Сейчас опять у нас есть жажда крови. Нам опять нужно убивать мирных животных для того, чтобы ее утолить. И для того, чтобы опять быть полным сил. Да, ребята, так вот работает команда на вампира. Чтобы удалить гроб, нам просто нужно кинуть на него огнево. И оно просто-напросто уничтожит весь гроб. Да. Но если вам, допустим, надоело быть вампиром. Если вы видите то, что очень много минусов. Также есть плюсы. Потому что мы же все же можем быть летающей мышей. Но если вы хотите опять стать обычным человеком. И опять жить как нормальные люди. То вам, ребята, нужно найти лекаря. То есть вам нужно найти особенного носатого жителя. И мы попробуем его сейчас заспавнить. Если у нас это, конечно, получится. Но я не уверен. То есть обычные жители лекаря вы можете найти в обычной деревне. То есть лекарь будет случайным образом спавниться в вашем мире. И как видите, мы действительно нашли лекаря. Прист. Вот так он называется. Не ты мелкий, а вот этот. Сейчас нам нужно выкнуть ему, конечно же, плату за то, чтобы он нас превратил обратно в человека. Когда нужно выкинуть 10 изумрудов, 1 стол зачарования и 1 звезду ада. Потом, когда мы это выкинули, кликаем на него правой кнопкой и он нас исцелил. И мы, ребята, сейчас уже обычные люди. Мы больше не вампиры. И как вы видите, мы исцелились от этой болезни. У нас сейчас голод, потому что нам нужно покушать. И как видите, он уже пропал. И сейчас, ребята, мы опять стали самым обычным человеком в Майнкрафте. И мы больше не вампиры. Вот такая прекрасная команда для обычного ванильного Майнкрафта без каких-то либо модов. И действительно, она позволит разукрасить ваш мир. Потому что в любой момент вы можете заразиться инфекцией вампира. И в любой момент вы можете исцелиться, если у вас, конечно, хватит ресурсов для того, чтобы заплатить на садному. Да, ребята, я буду рад, если вам понравилась эта серия. Я буду рад, если вы оставите лайк на вот этой серии. 2500 лайков. И я сразу же, в ту же секунду, выпущу следующую серию без модов. Где мы также будем рассматривать новые и крутые команды. Поэтому никогда не льдитесь, ребята. Это всего лишь одна секунда, чтобы поставить один лайк. Это действительно очень мало. И за это я вам скажу большое спасибо. Потому что я буду знать, что вы большие молодцы. Вы не поленились поставить лайк. Это действительно будет очень для меня важно. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал. Потому что каждый подписчик для меня как друг. Если хочешь стать моим другом, то вступай в нашу большую и дружную семью подписчиков. Также можете рассказать про это видео своим друзьям. Поделиться им ВКонтакте. Я также буду этому очень сильно рад. Ребята, большое спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы реально молодцы. И приходите завтра на мой канал опять. Потому что завтра выйдет новое видео. Видео выходит каждый день. И я каждый день вас тут жду. Не ленитесь. Всегда приходите. Вам всегда тут рады. Ребята, еще раз большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok